здравствуйте друзья у нас вопросик я зачитаю здравствуйте михаил сразу хочу поблагодарить вас за все ваши видео они мне очень помогли приехать в америку и не только хотелось бы услышать от вас мнение так как она для меня сейчас очень важно приглашают на работу два агентства одно большое известное корпоративное на бесплатную практику это модельные агентства я потом отдельно в имейле уточнил это модельные агентства второе маленькое новое но видно что они очень мной заинтересовались и там у меня шансы расти вместе с ними и начинать захватывающий карьерный путь конечно я понимаю что если я начну в большом агентстве моя потом с легкостью возьмут многие другие но нужно пережить все унижение в кавычках слова унижения и бесплатный труд последний раз я проработала в похожем агентстве два дня и меня уволили потому что у меня слишком много было своего мнения но может и не надо действительно если уж так не положено свое мнение я работал в этой индустрии пять лет уже понятно опытная со своим мнением и и сократили хорошо случае моего выбора маленького агентства и например если там у меня ничего не получится и она закроется будет ли уместно проситься в то большое агентство и как правильно отказать чтобы не сжечь мосты спасибо вам огромное за ответ да хороший вопросик ну давайте я может быть поверну камеру на дорогу и так немножко мы побеседуем хорошо значит я думаю вот что допустим девушка пошла в маленькое агентство и там не было сказано что работа там волонтерская или за деньги но из этого я делаю вывод что наверное все таки за деньги потому что про первое было сказано что что без денег а про второе ничего такого не сказали значит поэтому наверное там за деньги там можно расти ну хорошо значит вообще надо смотреть к чему душа лежит на самом деле если душа лежит к маленькому агентство чтобы вместе с ним расти и так далее то есть я чувствую по этому вопросу что она пошла бы в маленькой тем более там деньги платят но вдруг там что-то такое потом обломается и так далее я честно говоря не знаю нужно ли всю жизнь работать в одном агентстве или нужно каждый год там что-то менять я я не знаю этого бизнеса и я не могу сказать насколько правильно работать долго или насколько правильно периодически менять но в принципе стабильность я считаю в жизни человека происходит ну может быть у меня айтишные как бы представления но стабильность происходит от уровня квалификации человека они от того большого него там агентство или маленькая поэтому если он квалифицированный и случае чего нужна работа зачем пошел нашел работу не вопрос если в индустрии в целом спад например бывает такое значит так а что тебе большое она или маленькая из большого увольняют сразу пачками а маленькая может и вовсе закрыться а может наоборот выстоять пойти знаю в маленьком накладных расходов меньше так что она в общем то в известном смысле может быть выживает лучше я не знаю то есть это как бы уже такие довольно сложные вопросы значит я бы шел туда куда душа лежит плюс там деньги платят ну пойдите в маленькое значит когда у вас есть два оффера и вы боитесь что может что-то не получится значит и и потом придется туда пойти и вот как как их не обидеть я вам скажу что бывает что и 3 оффера и 4 одновременно вот как не обидеть значит это зависит конечно сильно от того как именно вы получили этот оффер если там какой-то рекрутер это одна история если вы непосредственно от менеджера от компании получили это немножко другая история но скажем с рекрутером вам не так важно поддерживать отношения хотя если этом бизнес где мало чего происходит и рекрутер играет важную роль то надо тогда и с ним уже стараться и так далее то есть есть какие-то вещи которые эти люди как бы уважают вы можете сказать допустим большому агентству сказать ребята я всю жизнь мечтала работать в такой компании как ваша но я просто не могу себе позволить работать бесплатно потому что я я не у меня нет других источников доходов меня никто не не под ним не саппорт давняя у меня нет других денег я я должна зарабатывать себе на жизнь я просто не смогу вот поэтому я очень извиняюсь но может быть когда-нибудь потом там и так далее вот собственно и все то есть это как бы ну я считаю что очень достойно это все понимают но не но не каждый человек может себе позволить работать бесплатно вот я когда у нас школе смотрю у нас девочки из индии например они уж тут и по 5 и по 7 лет многие пока там разрешение на работу получили да и вот у них мужик работает она ну что ну деток родит там за это время конечно там многие уже там пару деток завели понимая что скоро на них не упадет разрешение на работу но они привыкли жить на одну зарплату слава богу хорошую кто говорит и вы им абсолютно без разницы там будет там 10 долларов или не будет ничего в час ближайшие два месяца им гораздо существеннее что будет дальше и они намного намного более ориентируются на дальносрочные какие-то проекты до отложены во времени чем например вот наши соотечественники которые приезжают там из россии украины белоруссии им нужно сегодня у них нет таких запасов у них нет второго супруга который зарабатывает 150 тысяч надо жить как-то поэтому одни short term другие long term ну 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 что делать вот то есть я считаю что в ситуации с бесплатным это в общем то не так плохо если во время интервью они вам говорили но вы сможете бесплатно там если там три месяца вы можете вы им сказали что да наверное я смогу если если это имело место то вы им говорите ребята я я так хотела вы себе кстати как я этого хотела и я считала что я в общем то справлюсь там три месяца но вот я сейчас села еще раз посчитала это мне спектр и неожиданные расходы возникли видимо но просто не получается но я и так и так и я прям сижу не знаю как 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 дальше быть вот примерно так я считаю что это хорошая тема и если что-то случится в этой компании в маленькой а может быть она не случится а просто вам надоест или там что-то такое вы почувствуете что вам хочется в большую вы можете снова там позвонить или email написать сказать слушай я вот тут пока работаю в небольшой конторе если как бы будут какие-то возможности я с удовольствием как бы поучаствую вот и вы подключитесь к этим людям с которыми вы общались рекрутер ли это менеджеры вот всех с кем вы разговаривали я бы на вашем месте на линк ты не к ним подключился надо иметь профал на линк ты не и пригласить их свои контакты чтобы они у вас там были вы бы иногда им там что-нибудь подписывали может быть я не знаю там фотку какую-нибудь послали бы красивую там где вы что-то делали в последнем случае поддерживать отношения с людьми все живые люди все все понимают не то что вот там знаете кто-то очень обидчивый там это это все работа это не никто это за редким исключением никто лично это не воспринимает значит если вы хотите пойти в большое агентство допустим такая такой вариант вы вот объясняете историю что вы хотите пойти в маленькое там потому что вот так с деньгами они говорят ты знаешь что ну там допустим 12 долларов сейчас мы тебе можем в принципе дать и вы говорите 12 час например меня эта сумма устраивает и так далее тогда вам нужно объяснить маленькому агентству почему вы с ним не можете да значит и опять вы говорите ребята я как бы значит только приехала у меня соответственно очень много проблем связанных с тем что нужно как-то жить и поэтому мне в большой компании сейчас предложили какие-то условия более ну как бы подходящие но я настолько восхищена вообще вашей конторы и тем что у вас там происходит и мне так так хотелось бы у вас работать что я очень надеюсь что если у вас впоследствии будут какие-то там возможности то вы меня в общем-то имеете в виду я очень очень мотивированный человек и мне у вас безумно понравилось ну что же такое nice написать людям то есть как бы мы все мы все кому-то отказываем в чем-то и в этом нет ну как бы ничего не естественного вы не должны чувствовать себя виноваты так что я бы я бы вот так сказал и я вообще не рассматривал первую работу как нечто что имеет какой-то новом кардинальное вообще значение в вашей жизни первая работа она есть первая как первый поцелуй там пойти первый раз мальчиком в кино пошла ну не обязательно что замуж за него выходить поэтому здесь то же самое первая она есть первая вот скажите себе когда берете первую работу да начинайте думать о второй самое время думать о второй когда получите первую когда никакой нет думаешь о том что надо какую-нибудь а как только одна уже есть значит начинаешь думать о второй может быть там не первый день там через недельку так освоился и уже картинка в голове возникает уже что-то такое прорисовывать не знаю что нужно через неделю уходить или там через два месяца но картинку это иметь надо вот так я бы так посоветовал находясь в стороне от этого бизнеса и я не знаю что там за возможности роста и и тогда если вы уже пять лет в этом бизнесе работаете то эти пять лет вам перезачтутся в той компании или в этой компании в какой бы вы ни работали может быть вы уедете в другой город и там будет другое агентство не суть важно вот это это не пропадет не время не опыт другое дело что если начинаешь высказываться и для тебя через два дня сокращают потому что в общем то ну не пришлось да значит может быть есть смысл на эту тему тоже задуматься и как-то спросить себя хочу ли я там здесь реально работать или я хочу что-то такое сказать пусть меня после этого уволят но я это скажу давайте тогда совсем другой коленкор и совершенно другие ну как бы ценности другая система ценностей поэтому чё тут сказать я бы на второй день ничего такого не говорил я бы сначала все-таки вник бы как люди работают тем более с другой стороны вот я бы вник как люди работают какие у них там порядки что ли чем отличается от того к чему я привык она наверняка отличается и так вот кроме того там же есть конкретный начальник конкретный начальник может например охотно выслушивать а может например активно не не выслушивать это же нельзя так выплескивать на человека который не хочет говорить значит надо надо только если он хочет можно сказать если нет то нет ну то есть там так эта часть тоже очень важно потому что если тебя будут выгонять каждый раз так какой смысл решать большая или маленькая так что я я надеюсь что все будет хорошо девушка смотрит наш канал я не знаю как мы помогли ей приехать сша тут я уже не не берусь гадать поскольку ответа на этот вопрос нет но во всяком случае может быть моральная поддержка или там как-то так для настроения или там альтернатива депрессивному на публичном телевидении не знаю в общем пусть может быть она отпишет там в комментариях я буду очень признателен а так в общем пожелаем ей успехов и чтобы у него же свое модельное агентство когда-то стало и чтобы она могла высказываться сколько хочет и никто бы ее не затыкал а уже она бы если там кто приедет на второй день высказываться будет значит она бы тогда ее и увольняла например или наоборот ставил бы на свое место а сама была бы у нее заместитель но это так можно только мечтать умозрительно в общем пожелаем девушке успехов и я очень рад что наш канал пригодился кому-то вот в этом качестве счастливо